В нашей главе, и не только в нашей главе, повторяется неоднократный рефренд, и вот из-за конца ромырованных и из-за конца ромырованных, из-за конца ромырованных и других. Уби-Арта Рами Кирбеха. Буквально изживи, уничтожь зло из всего себя и из среды, и что-то другие формы, уби-Арта Рамы Кирбеха и изживи зло из народа Израиля. Это самое, обычно напоминается это выражение в местах, где говорится о наказании смертной казни. Это, однако, мы хорошо знаем, можно открыть последнюю, конец первой, первой главы. Масехет Макот, есть в русском переводе, что еврейский суд, он сказал, так мягко говоря, он не злоупотреблял правом вынести смертную казнь. Это чрезвычайно редко. Разве многие-многие-многие годы была такая возможность, вообще образить преступника к смертной казни чрезвычайно тяжело. Это почти невозможно. Почти невозможно. Но у нас есть проблема. Есть у нас вторая общая, заповедь Убьяр Тарамы Кирбеха – извеки зло и само себя. И надо знать, что даже когда у нас нет смертной казни, заповедь и жить зло и само себя, это нас обязывает. Я расскажу вам очень известную историю, что приводится в Масехет Брахот. В районе, где жил Аби Мейер, праведный Таннер Аби Мейер, жили там в святоминской бельёйне. В районе это хулиганы по-русски, скажем так. Что? Я говорю, нет-нет-нет. Нет, не экстремисты. Хулиганы, которые портили ему жизнь. И Аби Мейер решил помолиться о милосердии на них, чтобы они ушли из этого мира. Что их все же помиловали, чтобы они ушли. И это, кстати говоря, находится в той же главе, где упоминается в Бен Солен-Мейер, там упоминается, что для преступников, смерть для преступников – это хорошо им и хорошо миру. Им хорошо. Они просто не будут много грешить. Аби Мейер хотел просить о них милосердия, чтобы они из этого мира ушли. Его великая праведная жена Брулия возразила ему. Кстати говоря, надо знать эту вещь, что Брулия, она была величайшим мудрецом Торы. Она давала урок сотни мудрецов Торы через перегородку, проводя самосахер Псахим. Опознания Торы были нами непостижимы совершенно. И она сказала Раби Мейеру, что ты хочешь объяснить стих «И таму хато имена арыц, прошу ему дай нам, что буквально исчезнут преступники, грешники из мира и так далее, имеется в виду, что будут уничтожены». Грешники надо быть не так. «И таму хато им, имеется, он не грешник, а грех». Если надо молиться, чтобы грех ушел из этого мира, а не люди. Я говорю, Мейеру послушал свою жену. Он внял ее пониманию Торы, что написано не «хойтим», а «хатой». И помолился об этих вот хулиганах, об этих хулиганах, чтобы они сделали чиву. Они сделали чиву, сделали чиву. Понимаете, это место, оно очень поучительное. Если просто поймем, чтобы Мейер Великий Тано был, безусловно, полон милосердия. И до того, как его сделала замещание его жена. Он хотел… Человек, который действительно несет зло и притесняет Сатуры, он себе зарабатывает такой гееном, что лучше я его никому не желаю. Они в это время уже заработали себе уже большой гееном. Тем, что они портили жизнь Роби Мейеру. В милосердие их было за мир уйти. Но я считаю, что они просто какие-то заурядные, так сказать, хулиганах. Это что-то особенное там было. И после этого, когда говорит Броли Роби Мейеру, что помолись, чтобы они отошли от греха, он внимает своей жене, в этом молится и в силу его молитвы они исправляются. Я вам скажу одну вещь. Знаете, я, слава Богу, уже много лет, скажем так, практически сорок, живу в Бетамидрше, живу в Доме Учения и мало пересекаюсь с той мерзостью, которая зачастую есть вокруг нас. Это хорошо, это неплохо. И, в общем-то, где-то неделю-дверг, мне придется все-таки увидеть какие-то материалы. Меня просили с ним познакомиться, просто пооценить, надо как-то реагировать. Там не было слов Тора, этого места можно и в обороне посмотреть. Я бы читал эти материалы, так что на состоянии нашего народа чрезвычайно плачевно. Чрезвычайно плачевно. Но нам надо знать, надо помнить молитву Мейеру. Нас заповедано и жить зло из нашей среды. Мы можем это исполнить, вслушавшись то, что сказала Брулья, великая жена Раби Мейера. То, что воспринял Раби Мейер из ее уст, тоже молитвой за этих бандитов, он сумел их изменить. Понимаете, нам надо со всеми силами изживать зло со всех сторон. Что случилось со всех сторон, я объясню. Мы сейчас, у нас нет сейчас мирной казни. Но молиться о том, чтобы преступники сделали чего? Чтобы в них проснулась их истинная еврейская душа. И чтобы с них шло вся эта грязь, не стали праведниками, не можем и обязаны. Кстати говоря, одно маленькое замечание. В общем, Барли – это большое замечание. Мы это часто понимаем больше других. Люди, которые выросли в религиозных семьях и вообще не знают, что такое Барли – чувак. Они знают, что человек слышал что-то об этом, но у них одна вещь, которая не так близка им, что человек может перевернуться, перевернуться. Мы, да, знакомы с этим. Поэтому мы должны иметь силы молиться не только за себя, но и за других. Чтобы по тому пути, который мы прошли, мы прошли еще многие-многие евреи, весь наш народ, действительно и тем самым изжил зло среди нашего народа. Однако, то, что касается этой заповеди, это не надо далеко ходить, надо просто заглянуть на самих себя. И мы, конечно, у нас есть одно очень редкое достоинство. Мы очень любим самих себя. Можем себя оправдывать. Заповедь, судить на целых респотами тех, судей о ближнем, в лучшую сторону, мы исполняем ее идеально, абсолютно, когда оправдываем самих себя, как известно. Так вот, нам надо немножко изменить адрес. Что касается других, судить на других – хорошо. А то, что касается нас самих, разобраться, где наши проблемы, где в нас есть зло. И это зло мы должны из себя выкручивать. К нам тоже обращается заповедь в Беар Тараме Кирбеха. У нас есть зло. Каждого своя мера, его можно и можно и нужно уменьшить. Мы не в силах ликвидировать в этом мире и жить из себя до конца дурное начало. Мы можем его очень сильно ограничить и оставить ему только дозволенные вещи. Мы еще, слава Богу, удостоились, сейчас вышел из печати первый номер Братецхак, и мы печатаем книгу, великую книгу брата Ленинского Вагаона Маласа Тойру. Очень советую почитать от начала до конца, что будем печатать. Великая книга. И там он нам приводит в конце, ближе к концу книги, не в начале. Что изучая Тору, мы исполняем заповедь у Беар Тараме Кирбеха. Изучая Тору, мы изжигаем зло из себя. Это основано на гаморе Масалит Кедущин, что сказал Психович, что я создал дурное начало и создал против него средства, это Тору. И нам надо изжить из себя, из нашего народа дурное начало, носить один путь, без суда, без смертной казни, без молитвы, что тот и умер. Для нам вернуться к Тору. Почтаться вернуться к изучению Тору не только нас самих, но и весь наш народ. Всего хорошего. Продолжение следует. Вiersи. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...